Вот это все, что вы видите, это деревья, называется хамелия китайская сорт, из которого можно сделать любой чай, там 10 тысяч видов чая, который можно приготовить. А подскажите, вы подстригаете его, что ли? Да, подстригаем. А почему, зачем? Чтобы было возможно собирать его вручную, машинкой, то есть на уровне рук он должен находиться, тогда сборщику будет проще его собирать. И если его не подстригать, там будет, если не прорежать, там семена опадают, и это будет просто сплошняком такая стена чайных деревьев. А то, что обрезаете, оно тоже идет в ход в чай? Здесь нет, то есть это будет максимум чайные пакетики. Ну это листики, которые такие уже, там это все подряд, когда непригодные для сбора чай, ну то есть нужно обязательно чай делить на сорта. Сорт выше, это вот так вот почка, ручной сбор, это два листочка и почка, ниже собирает машинка, а еще ниже, это уже чайный мусор. Вот когда мы хотим приготовить какой-то чай, мы всегда это разграничиваем, да? Ручная сборка, это самое ценное, там самые сочные листочки. Два листика и почка называются флэш, и почка отдельная называется байхуа, вот когда говорят байховый чай, должна она присутствовать, она видна уже в готовом чай. Если мы хотим из этих листов приготовить черный чай, то мы листики вярим полдня на стеллажах, знаете, здесь становится метр, затем отправляем листочки сна, выкручиваем, выкручиваем вот это домик, и здесь выходит сок, и наступает процесс обвисления. Листочки выкручивают темнее. На данных отправляем на ферментацию, в 5 часов при 90% главных, в 60 градусах. И останавливаем ферментацию, выкручиваем на листочках по этих ячейках. Получим черный чай. Черный чай полезен для работы желудка, уменьшает головной боль, повышает работоспособность. Но пьют его только первую за бар, где только горячим. В холодном виде никакой пользы не несет, а вторая заварка считается ядовитой. Вот так вот, девочка, мы завариваем. Черный чай полезен только первой за бар. Светленькая, вот здесь вот, видите такие моменты светлые, да? Вот это все байхуа. То есть она показывает, что это ручной зуб. Машинка, то, что ниже, там, конечно, байхуа нет. Будет черный, крупно-листровой просто, но это будет третий сорт. Когда мы говорим про зеленый чай, чтобы его приготовить, мы листики сначала ошпарим, выйдет влага, зафиксируется цвет. После ошпаривания листик уже не темнеет, мы его просто скрутим и высушим. Ферментацию он вообще не придается. Получается, зеленый чай можно перезаваривать. Несколько раз. Первую заварку сливаем, со второй заварки пьем. А градус заваривания 70, 80, максимум 90. Для чего делаем меньше градусов заваривания? Чтобы он не горчил сразу, да? То есть, если мы сразу кипятком зальем, все, будем пить бойки зеленый чай. Вот многие не знают, просто заваривают как черный, по привычке, да? И пьют вот так вот первую заварку со всеми вот этими, с этой пенкой. А эту пенку надо слить. Вот прям несколько секунд подождали, первую заварку слили. Пьется горячим и холодным, очищает организм, тонизирует, выводит шлаки, токсиды. А сушильную машину только из Китая можно заказать? Или почему на ней иероглифы? Нет, то есть у нас все китайское оборудование, тут на самом деле он меньше места занимает, если брать это российские, то это вот такие конвейеры, там очень много пространства занимают, их тут некуда ставить. У нас всего 5 гектар наша компания. А, всего 5 гектар? Да. Вот то, что вот я вижу по кругу, это 5 гектар разве? Да, сборка ведется с 5 гектар, все остальное чай заброшенный. То есть там еще 7 гектар заброшенного чая. Он тоже растет? Тоже растет, но там сборка не ведется. Там колючка, папоротник растет, поэтому это сбору мешает. Туда можно пройти? Гулять? Да. Да, конечно, можно пройти. Вот, но если есть еще вопросы, задавайте, не стесняйтесь, если что-то непонятно. Еще вопросы, да. А скажите, вы только на этом оборудовании свой чай сушите? Да, только на этом. И какие объемы, за какой период? Туда хватает, с мая, вообще с апреля, начиная где-то по сентябрь, по октябрь. В мае, в июне самые большие объемы, там по 200 кг где-то в день мы перерабатываем стесня. Вот на этом оборудовании по 200 кг? Да, вот на этом оборудовании. То есть здесь получается, в ферментационную машинку за раз 100 кг чая помещается, вот такие 5 стеллажей. Ролик скручивает от 8 кг листьев, то есть туда надо обязательно загрузить больше 8 кг, чтобы они хорошо перекрутились. И это за раз там полчаса все раскручивает, да, даже можно меньше. Понятно, после октября чай уже не пригоден или что? Да, он уже становится грубый, листик, и поэтому мы не ведем сборку, он в зиме подготавливается, все на зиму, он также остается, листья не опадают, он как елочка вечно зеленая. Сколько человек должно вести сбор? Если в мае, в июне, то у нас где-то 15 человек было на сборе, сейчас всего один, всего один собирает где-то 20 кг. Это мы около 80 лет, это не наша посадка, все это было акционерное общество «Краснодарский чай». Забросили после развала СССР. И какие-то плантации почистили и занимаются, то есть разные фирмы. Вот у нас сейчас фирма «Дам чай», 6-й год занимаемся вот с этих 5 гектар и перерабатываем, делаем чай. Есть еще в Дагамысе чай, Хоста, Мацеста, это все тоже... Вы его продаете только здесь или куда-то поставляете? У нас вообще здесь продажи идут, то есть у нас не так много чая, чтобы его в магазины поставлять. Если захотите продегустировать...